И снова доброе утро. Александр Шунин, Маргарита Тройновская в студии. Как и было обещано, поговорим о детях и о здоровье. Скажем, детская клиническая больница Страдания сообщает о ненормальном наплыве пациентов, молодых пациентов с инфекционными заболеваниями. Есть сообщения также о повышенном травматизме. И все это, разумеется, проводится параллели с летом, с хорошей погодой, с различными активностями на свежем воздухе, каникулы. Где-то родители не доглядели, где-то дети тоже сделали что-то лишнее. Но наплыв наблюдается много маленьких пациентов с разными заболеваниями, заболеваниями, инфекцией, травмами. И общаемся мы об этом сегодня с членом правления Латвийской ассоциации семейных врачей Лиги Тайвулфой. — Доброе утро, доктор Вулфа. — Доброе утро. Всем доброго утра. — Скажите, пожалуйста, на самом деле отличается ли нынешнее лето, лето 2021, от предыдущих лет в прямом смысле вот этими заболеваниями? Или как-то активизировалась ситуация на пандемийной волне? — Я думаю, что всё-таки второй вариант на пандемийной волне, так сказать, ну как предыдущее время было всё-таки локдаун, всё-таки люди очень много соблюдали всяких мероприятий, отдалённое обучение, отдалённые дети жили больше дома. А сейчас как-то, ну, я бы сказала, немножко расслабились, наверное, и поэтому начался такой наплыв всех инфекций, может быть, травматизм, который просто, ну, иногда родители не подумают, нехорошо думают, ну, не могут предвидеть все ситуации. И как-то так, я думаю. — Ну, в том числе, наверное, и иммунитет за это время ослабевает, потому что дети сидят по домам, не контактируют ни со средой, ни с другими детьми. А что в таких ситуациях делать? Ну, очень бы не хотелось такого сценария, но что если вот этой зимой мы снова сядем в такой локдаун условный, и следующим летом может повториться та же самая история? Что родителям делать, чтобы как-то подготовить детей к этому лету, как следить, как вообще вести себя, чтобы снизить вероятность попасть с ребёнком в больницу? Ну, я, наверное, ничего такого радикально нового не скажу, и говорить о том, что надо как-то сейчас укреплять иммунитет, это тоже может быть не совсем правильно. Я думаю, что если будут соблюсти те правила, которые, например, во время эпидемии соблюдали, чаще мыли руки, соблюдали кое-какие-то такие мероприятия, которые предотвращают распространение инфекций, потому что зимой же очень мало было всяких кишечных инфекций, и, очевидно, всё-таки все условия гигиены работали лучше, а сейчас, я думаю, что немножко расслабились просто люди, устали от всех ограничений, сейчас расслабились, и вот и пожираем последствия. А насчёт травматизма, травматизм каждое лето был, увы, наверняка он и будет, потому что предвидеть все ситуации, что ребёнок, куда он может залезть, прыгнуть, и что сделать, ну, это достаточно тяжело. То есть рекомендация основная и главная только одна – больше следить за своими детьми, ну, и учить их, в общем-то? Учить, следить, соблюдать гигиену, всё-таки обучать, что руки надо мыть не только взрослым, но и детям. Детям наверняка надо мыть руки почаще, чем взрослым. Надо смотреть, что мы кушаем, например, если жаркая погода, мы едем куда-то на отдых, питание может портиться, за это тоже надо очень следить, чтобы не накормить детей какого-то некачественной пищей. Ну, то, что этим летом отличается от других лет, помимо того, что у нас была пандемия COVID-19, в этом году наблюдается экстремальная жара, очень жарко, никто не был к этому готов, плюс 35, плюс 38, мне кажется, какой-то период было, и страдают, в том числе и взрослые люди, перегреваются, пьют мало воды, детям это ещё сложнее, потому что это тепло, это солнышко, ребёнок хочет больше покупаться, больше провести времени на улице. Родители, наверное, не всегда понимают, что за ребёнком тоже нужно такое активно следить, потому что человек ещё маленький до конца не понимает, к чему может привести такая жара. Что делать? Возвращается высокая температура на следующей неделе, какие рекомендации вот именно по жаре можете вы дать? Ну, во-первых, надо соблюдать то, что во время жаркой погоды надо усиленно много пить не только самим, но и немножко даже детей заставлять, потому что, в принципе, это очень часто. Да, жидкость, во-первых. Во-вторых, всё-таки, может быть, в эти пиковые часы, там, с 12 до 3, до 4, но, может быть, не надо сидеть на солнце, или если вы находитесь где-то в открытом пространстве, всё-таки какую-то защиту надо искать и лучше с детьми гулять, отдыхать в утренние часы или немножко попозже, особенно, когда жара. Ведь первым делом всё-таки это идёт жидкость, это идёт какое-то укрытие, там, вай-шапочки детям, вай-зонтики, ну, это уже, который родитель придумает. Напоминаю, мы беседуем с членом правления Латвийской ассоциации семейных врачей Лигитой Вулфовой. Доктор, знаете, такой вопрос, что называется, из интернета. Одна из моих знакомых на днях сделала публикацию, она сходила с одним из своих детей к драматологу и вернулась широко, так сказать, с раскрытыми глазами. И выяснилось, что сейчас наблюдается всплеск походов школьников по врачам, как результат именно дистанционного обучения. Ну, стандартный набор ясен – зрение, осанка, какие-то нервные заболевания. Это всё понятно, к этому мы уже привыкли и тысячу раз обсуждали, в том числе на радио «Балком». Но есть какие-то совершенно неожиданные вещи, например, опрелости, какой-то псориаз, которым подвержены дети, причём в массовом порядке. Действительно, это может быть следствием домашнего обучения того, что засиделись? Ну, насчёт опрелости я не совсем соглашусь, что это будет последствия домашнего обучения. Это просто гигиена. Насчёт псориаза. Ну, псориаз вообще аутоиммунное заболевание. И там есть разные формы, летняя форма, зимняя форма. Сказать, что сейчас поголовно все болеют псориазом, ну, немножко не соглашусь. То, что, скажем так, домашнее обучение и вообще все вот эти новые условия может быть как-то психологически воздействует не только на взрослых, но и на детей. Ну, с этим, да, я могу согласиться. И некоторым, может быть, на этой почве и начинается такое заболевание, как псориаз. Нервный псориаз, да? Да, в поголовном все не будет. А проблемы с сосудами тоже же могут быть у детей? Об этом тоже сообщается? Ну, опять же, неправильные позы какие-то тут зажал, там пережал. Могут, да. Конечно, могут. За этим всем надо следить. Это непривычная ситуация, я думаю, что для всех нас. И всё предвидеть, от чего нам надо опасаться самим и оберегать наших детей, наверное, трудно предвидеться ранее. Ну, то есть здесь речь может идти о какой-то достаточно условной... У взрослых это называлось производственная гимнастика. То есть, поучившись-поучившись, надо привстать, размяться, присесть. Вот это наши пальчики писали, наши пальчики устали и прочие какие-то движения, да? Да. А для детей, ну, скажем так, ну, наше поколение детей, они же всё-таки, и все они специалисты в цифровой технике и компьютерах, и то, что неправильные осанки, по сути дела, у каждого второго ребёнка, это тоже у нас, к сожалению, да. Хватает ли сейчас детских специалистов? Потому что сообщалось, что и взрослых затруднение попасть к врачу из-за этого отложенного спроса. Во время пандемии люди боялись ходить к специалистам, сейчас они массово идут, врачи не справляются, тем более говорят о наплыве пациентов именно в стационар, в больнице. Справляется ли система, хватает ли врачей, чтобы помочь детям, как плановые какие-то обследования, так и вот экстренные ситуации? Ну, то, что касается детей, я, и насколько я могу говорить о своём опыте, я думаю, что в детской больнице всё очень хорошо улажено, если как-то кто-то не может попасть через очередь, если там родители звонят, и у них есть возможность, что семейный врач сам делает запись, основывая, почему это надо как бы экстренно. Я бы не сказала, что доступ для детей в каком-то плане ограничен. Может быть, для взрослых людей есть ситуации, когда тяжеловато попасть, но насчёт детей у меня такого опыта нет. Кому надо было срочно попасть, те попали. Если сами не могли попасть, тогда доктор это организует. Эта система в детской больнице отлажена, я бы так сказала. Ну, это позитивнейшая новость. Хорошо, огромное спасибо, доктор. С нами была член правления Латвийской ассоциации семейных врачей, сама семейный врач, конечно же, Лигита Вулфа. Мы говорили о детском травматизме летнем, и о инфекционных заболеваниях, и о нервных последствиях дистанционного обучения за последний год. Большое спасибо за рекомендации, доктор. Вам тоже, прежде всего, хорошего здоровья. Вам спасибо. Все здоровы. Да, текстовая версия нашей беседы скоро появится на портале MixNews.LV, тоже с различными рекомендациями, как себя вести, как воспитывать детей, следить, надо друг за другом, надо быть осторожным и взаимовежливыми. Что ж, мы заканчиваем утро на балкоме, но продолжается работа, конечно же, радиостанции. Впереди программа «Добро пожаловаться», затем диагноз недели, а затем презентация культурно-исторического путеводителя православной святыни Латвии. Оставайтесь с нами. Доброго всем дня.